Это небольшой урок о ретуши, ретушь портрета, глубокая ретушь портрета, профессиональная ретушь, которая в принципе может показать, что вы профессионал или во всяком случае уже выделить вас на всеобщем фоне. Вообще в съемке, я считаю, есть три съемки, а фотограф должен обладать тремя качествами. Первое, конечно, он должен уметь снимать, позировать модель, создавать идею, концепт и так далее. Второе, он должен уметь отбирать, это тоже искусство. И третье, он должен уметь обработать фотографию. Ну, если третье можно, допустим, отдать кому-нибудь, чтобы помогли вам, например, данной фотографии не была обработана мной лично. Однако вы должны понимать, что вы хотите от фотографий, попросить, чтобы вам это сделать. То есть вы все равно рано или поздно должны уметь это делать, во всяком случае понимать, чего вы хотите добиться. То есть три основных фактора – снять, отобрать и отретушировать. Это очень важные факторы. Если один из них выпадает, то, соответственно, у вас фотография не получается. Значит, давайте мы разберем, как это было сделано шаг по шагам. Вот у нас тут огромное количество слоев. И вот это конечный результат. Вот это то, что было. То есть свет хороший, съемка хорошая, отобранная удачно, хороший портрет, хорошее выражение лица. Но без нашей обработки, без нашей идеи, конечно же, не совсем законченный продукт. И так, я сейчас включу небольшое видео, которое вам… мы пройдемся по нему и поймем, что и как. И так, что-то оно такое маленькое. Ага, и еще не играет. Ну-ка, ну-ка. Вот, например, вот такое вот видео. И сейчас давайте мы шаг по шагам разберем. Итак, ну, как вы видите, началось все довольно просто. Накладываем кривые, нажимаем «Авто». Я буду немножко комментировать, где будет довольно сложно, поэтому, может быть, вы сразу поймете. Сделали второй слой, чтобы не работать на основном. И, соответственно, делали маску. Сейчас идет просто небольшое такое осветление. Рисуем белой кисточкой на черной маске. Если вы заметили, что глубокая ретушь лица – это фактически уже как… я здесь остановлю. Это уже фактически как какое-то рисование. То есть вы должны видеть цвет, тень, как они создают форму, и как создают объем. В данной ситуации, вот, например, здесь все, что мы сделали… Сейчас вы посмотрите на этом файле. Давайте мы перейдем к исходному варианту, как все было. И будем включать слои один за другим. Соответственно, видите, вот этот слой, который был нарисован вот здесь, видите, вот он. Он всего лишь чуть-чуть осветлил кожу. Упс. Это уже потом готово. Да. То есть это все, что было сделано этими кривыми. Вот, поэтому довольно небольшая поправка. И вот так мы и работаем очень аккуратно. В принципе, задача хорошего ретушёра – задача сделать так, чтобы было видно, как будто не ретушировали. Это действительно профессиональная ретушь. Когда… а если вы начинаете заливать красками синие, красные, розовые, поросячьи вот такие цвета, то это уже начинает быть мультик или там, я не знаю, там, иллюстрации какие-то. Вот. И, соответственно, это на любителя. То есть все зависит от вашего заказа. Если у вас клиенты просят такие вот поросячьи фотографии, ну, и делайте ради Бога. Только надо говорить, что, допустим, там, это какое-то последнее модерновое слово в чем-то. Все зависит от вкуса. И, в принципе, в общем целом вкус у людей, он не очень такой развитый. Но, как правило, предпочитают все-таки фотографии, которые реальные. Люди могут поверить в них. А когда все залито красным цветом или синим цветом, и все это какие-то, кожа как выглядит, как будто ее, я не знаю, там, штукатурили несколько часов, то это, конечно, уже не совсем, скажем так, искусство или шедевр. Ну, каждому свое. И, в данной ситуации, вот как вы видите, что происходит, это просто убираются волосы. Конечно же, я хочу заметить, что портретная ретуша может быть настолько глубокая, что там черт ногу сломит. То есть, в данной ситуации лучше было бы всего убирать эти волосики, волосы при помощи техники Dodge & Burn. Вот. Однако, это было бы длить дольше. Ну, может быть, незначительно дольше, но текстура кожи сохранилась бы. Видите, вот эти всякие воростки, там, и все бы сохранилось. Здесь все-таки перемешивается. То есть, скажем так, это уже очень высокий уровень ретуши, но это еще все равно не до конца абсолютно такой профессиональный. Все зависит, опять же, от времени. У вас много времени, вы можете потратить на фотографию 3-4 часа. Если у вас еще 2 часа, то, конечно же, или час, то вот это предпочтительнее. Так. Что случилось? Так. Вот мы убираем. Видите? Обратите внимание, вот здесь я вожу мышкой, текстура нарушается. Видите, вот здесь, да. То есть, это не самый идеальный вариант. Если вы будете печатать для журнала, а грубо какой-нибудь на глянцевые обложки, это уже может быть заметно. Понимаете? Ну, на данном этапе, если на веб-сайт, то вообще можете о ней даже не думать. Можно вообще гораздо еще быстрее техники делать. Вот. Поэтому не обращайте больше внимания. Это достаточно хорошо уже. Вот родинка была убрана. Может быть, этого и не стоит делать. Опять же, все надо со вкусом. То есть, знать грань и меру. Видите, некоторые веснушки убираются, а некоторые оставляются. Я бы, конечно, все-таки бы, вот если бы я сейчас переретачивал бы эту фотографию, я бы, конечно, много чего оставил. И многое, что здесь я уже вижу, что не так. Однако, все равно, конечный результат, он очень-очень-очень, скажем так, крутой. И, соответственно, я бы все равно предпочел бы его, чем вообще ничего не делать. Или делать в каком-то страшном, с какими-то страшными фильтрами. Одним махом уродовать кожу. Сейчас в данной ситуации, что мы делаем? Мы просто делаем liquify. Liquify tool. Мы просто формируем shape. Shape – это форма. Вообще, советую делать liquify и все вот такие основные такие вот изменения в самом начале. Просто такая… так лучше, скажем так, предпочтительнее. Главное не переборщить. Потому что, опять же, можно исказить человека до такой степени, что он себя не узнает. Вот. Ну, на глянцевых обложках, конечно, это делают. Там, в принципе, не важно. Там продают не красоту женщины, а стиль, а идею, фантазию, фэнтези какой-то. Вот. А когда же вы работаете с реальными людьми, с нормальными живыми людьми, надо быть очень аккуратным в плане, что музыка очень сильно играет. Сейчас потише ее сделаю. Если вы имеете дело с реальными людьми, то я бы вам советовал все-таки быть всегда меньше. Меньше – лучше. Вообще, постарайтесь, когда будете учить заряд в шею. Изначально задайте себе установку. Не переборщить. Не надо много. Вы все равно, поверьте, вы все равно будете делать очень-очень много лишнего. Итак, здесь что произошло? Здесь мы просто опять же поднимаем общий уровень освещенности. И, соответственно, мы потом вот эту маску инвертируем на черную и будем красить белой кисточкой. У меня еще осталось энергии немножечко. Вот такая бодренькая музычка. Вот. Что сделаем сейчас? Данные мы будем в режиме Darken. Обратите внимание здесь, я вам сейчас покажу. Значит, этот слой, кисточка, кисточка Clone Stamp Tool в режиме Darken. Видите? Что это делать? Мы можем посмотреть на наш файл. Кстати, пока что мы вот после Liquify и всего мы вот здесь, да? Вот мы сделали, применили Liquify и вот мы какие. Соответственно, раскроем здесь. Значит, это еще один. Видите, все рисование происходит на осветлить, затемнить. Вот видите, я включил, выключил. Здесь чуть-чуть посветлее, здесь посветлее, здесь осветлее. То есть, в принципе, ничего не меняется как таковое. Мы не меняем структуру. Мы изменяем светотень. За счет этого изменяется форма и наше восприятие объекта. Понимаете? Давайте уберем вот эти части. Только вот эту оставим, да? Вот она. Понимаете? Все, что делает этот слой. Потом следующий слой делает наоборот, затемняет чуть-чуть. Вот видите? Посмотреть, ну, кривые. Так, где наши кривые? Очень интересно. А вот. Вот видите? Здесь чуть-чуть затемнил, а здесь чуть-чуть осветлел. То есть, это фактически, типа, Dodging Burn. Немножко такой вариации. И, соответственно, вот третий. Вот этот слой практически не виден. Но если надолго включать, выключать, вы увидите, что полосы стали чуть-чуть желтее. То есть, добавилась чуть-чуть сатурация. Но мы еще увидим это в процессе работы. Итак, обратите внимание, что если мы работаем, берем кисточку, делаем мод Darken. Так, Darken. и, соответственно, рисуем, то мы убираем вот эти светлые части. То есть, это волосы. Обратите внимание, как здесь это сделано. Опять же, эта техника не рекомендуется на данной ситуации. Потому что волосы, как это ни странно, убираются при помощи, опять же, техники Dodging Burn. Самое длительное, что можно придумать, это техника Dodging Burn. И, соответственно, не самый лучший этот вариант, понимаете, то, что здесь происходит. Опять же, почему? Потому что меняется текстура. Вот тут применяется Burn, то есть, затемнение в средних тонах. И вот здесь данная ситуация, что вот это такое. Это, не обращайте внимание, это у кого есть эти таблетки. Таблетки, я имею в виду, не аспирина, а таблетки эти, как их называют, вакуум, ну, планшет. Это, видимо, это соскакивает режим какой-то настройки. И у ретушера меняется, сбивается вот эта динамичная закраска. То есть, чем сильнее он давит, тем сильнее эффект. То есть, если у вас нету, то это вам вообще, в принципе, не надо. Да, видите, вот видите, исчезает что-то трансфер. Pen Pressure. Чуть-то не получается, или на какой-то глюк. Вот. И... Опять же, тут просто, видите, рисует свет. Вот здесь, вот что я сейчас мышкой вожу. Здесь просто добавляет светлости на эти части. То есть, вот написано, яркие части делают чуть-чуть поярче. Темные потемнее. Если вы здесь увидите, делаете это так, в достаточно больших количествах снимков, то контраст увеличится, понимаете. Потому что вы увеличили... Я... усилили яркие и затемнили темные. Вот то, что происходит сейчас у вас на глазах. Вот, описать, видите. Вот. Минучку меняем песенку. Вот. И давайте продолжим. Опять же. Рисуем, рисуем, рисуем. Ничего. Обратите внимание. Опять. Ничего не происходит. Только рисуем светлые, светлее, темные, темнее, форму. Делаем форму. Ну, пусть он играет пока. Я вам просто покажу вот эти, вот это, видите. Вот он у меня на файле. Вот он. То есть... Сейчас я выключу вот это, да. Это все, что происходит. Видите? Осветление. Не делается ни ради чего другого, как ради формы. Вот. Вот он. Так что... Ой, прошу прощения. Вот. Видите? Опять же осветлили с идеей того, что другие части будут затемнены. Вот здесь. Видите? И вместе это дает вот такой вот эффект. Это без, это с ретушью. Без, с ретушью. И еще раз. И я назвал их, объединил вот в эту группу. Называется hair. И вот все вот эти четыре слоя, они все вот здесь. Hair. Видите? До, после. Видите? Ну... Понимаете? Чтобы вот так сделать, надо чувствовать. Надо чувствовать, что вот здесь то ли пляшевина какая-то, то ли ну неудачно сделали волосы, да. Соответственно, здесь нужно заполнить. Чуть-чуть добавить темного. Что у вас получится, если вы просто посидите и порисуете. Без каких-то там сумасшедших акшенов. Без всяких пресетов. Без этого. Настоящая ретушь. Вообще без пресетов. Я вам расскажу, пока это все тут происходит, я вам расскажу одну очень интересную историю. Я сейчас беру уроки, вы же сам, как говорят, век живи, век учись. Беру уроки у известного фотографа в Нью-Йорке, Гавина Нио. Зайдите на его сайт, посмотрите. Гавин у Нио из Нью-Йорка. Он снимает в основном женщин, портреты и коммерческие проекты всяких косметических компаний. Я к нему пришел из-за одной причины, потому что ретушь. Меня очень интересовала ретушь. Но так как он ретуширует, это что-то вообще потрясающее. Я к нему прихожу в студию. И, значит, прихожу, сажусь. Он говорит, ну показывай, что у тебя есть. И у меня ничего нет. Я говорю, покажи ты. Он, окей, достает лаптоп. Обычный лаптоп. И что-то там начинает мне этот. Я говорю, а как ты можешь на лаптопе делать это? Это вообще нереально. А на чем надо делать? Я говорю, ну ты должен там видеть свет, свет. Он говорит, ну все, что нужно знать. Я вам сейчас покажу этот маленький, пока пусть рисует. Вот мы, в принципе, понимаем, что происходит. Вот, допустим, да, изначальная фотография. Чтобы определить яркость этой фотографии, все, что нужно сделать, сделаем так. Это вот этот, допустим, levels. Потому что основная проблема лаптопов заключается в том, что невозможно точно определить яркость и светлое и темное части. То есть экраны лаптопов, они не соответствуют этому норме. Поэтому вы можете ответить, что в итоге у вас получится очень все темное. И все, что он делает? Это он делает так. Levels. Alt. На PC. Не знаю, как будет это. На Macintosh. Команд, по-моему. И вот ведет вот эту стрелочку. Держит мышкой и ведет. Осветляет ту часть, которая ему важна. То есть вот как только начинается. Видите, вот красная точка. Как только начинается пересвет. Это знак того, что будет пересвет на этой части. Он отпускает. И все. В принципе, снимок по своей световой интенсивности готов. Отсюда вы можете уже начинать снимать. То есть видите, в принципе, вот этот снимок, который перед вами. И я его делал до того, как с ним познакомился. Вот это, видите, это не до свет. А если мы опять нажимаем Alt и идем сюда. Вот это, в принципе, нормальная экспозиция. И здесь отсюда уже можно исходить и ретушировать. Здесь мы немножечко пропустили. Сейчас мы вернемся. Так, давайте. Так, мы, значит, закончили этот. Смотрите, что мы сделали. Группа номер один была создана для того, чтобы сделать снимок черно-белым. Чтобы было легче видеть все ровности кожи. Эта группа вообще не будет никак относиться в конечном итоге. Никак не будет влиять на снимок. После того, как мы отретушируем, мы эту группу черную вообще выкинем. Это просто вспомогательная группа. Посмотрите на PSD файл. Давайте уберем то, что я вам показывал. Соответственно, посмотрим, сколько у нас здесь минут. 24. Соответственно, обратите внимание, что вот он наш, этот, этот наш слой. Так, нам он не нужен уже. Вот дальше идут, видите, это курсы наверх, курсы чуть-чуть вниз. И это black and white. Сейчас я вам объясню быстро, что происходит. Значит, обратите внимание, вот эти два типа кривых. Вот раз, два. Видите? Давайте вот это только. Раз, два. Это называется Doge and Burn. Что мы делаем? Мы просто запускаем, скажем, допустим, нет этой кривы. Мы просто делаем кривую. Так. Видите, не обращайте внимания, это уже все. Окей? Это уже, как бы, эта часть сделана. Мы просто делаем кривую и задираем ее наверх. Вот прямо так. Окей? Если, давайте мы их отключим, давайте мы новые сделаем, чтобы вам было понятно. Вот, видите, мы сделали ее и задрали наверх. Дальше мы делаем Ctrl-I. Мы делаем маску черной. Либо можно сделать таким образом. Мы, перед тем, как сделать эту Curse, мы держим... Маленький экран. Маленький лаптоп просто. Значит, мы задираем эту... Вот она, белая, да? Мы загрузили. Мы задираем ее наверх. Вот как получился снимок. Мы что делаем? Мы инвертируем эту маску. И теперь посмотрите. Дело в том, что если мы начнем рисовать белым по черному, поставим opacity где-то около трех, то рисуя аккуратненько по темным частям лица, мы будем их высветлять. Соответственно, видите, вот, допустим, вот эта морщинка. У нее есть черная часть, есть чуть-чуть светлее и светлое. То есть, в принципе, ее можно выровнять, если эту черную уравнять по световой интенсивности с рядом стоящими пикселями. То есть, смотрите, что мы можем делать. Мы можем, соответственно, допустим, увеличить ее, сделать size вот такой. И здесь, конечно, гораздо лучше иметь планшет, чтобы движения были более удобными. И более такими. Ой, извиняюсь, у меня был dark. Надо норму. Ну, ничего не ретушил. Вот. Даже два, три это много. Давайте два процента поставим. Вот. И видите, я осветляю. Просто осветляю те части, которые, мне кажется, надо убрать. Могу, допустим, зубы чуть-чуть осветлить. Опять же, я вам советую, очень советую осветлять там, где естественное осветление. То есть, вот здесь осветлять не надо, вы сделаете зубы, потеряет форму, правильно? Все же важно, чтобы была форма. То есть, здесь больше света, осветлите больше. Периодически очень советую убирать, уменьшать ваше изображение, смотреть на то, как, что, что получается. Вот смотрите, мы просто на две минуты здесь задержались. Вот. Вот. Вот так. Видите, уже. Это то, что я только что сделал перед вами, да? Вот смотрите. Так. Так. Видите, меняется на лицо. Внимательно смотрите. Так. 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 Вот. И так далее. И тому подобное. И высветляем. Затемя вот здесь. Здесь синячок. Давайте мы его чуть-чуть осветлим. Осветлим. Так. Значит, а зачем же, опять, вот смотрите, за две секунды все, что мы сделали. Видите, мы вот этот синяк здесь убрали. И как убрали? Убрали так, что вообще не понятно даже, что он там был. Допустим, вот это можно осветлить чуть-чуть. Вот это то ли сыпь, то ли веснушки непонятно. Вот я еще вот отсюда вот так делал. Эта техника, она уникальна, и ею используются все профессионалы. Если вы не пользуетесь ею при ретуши лица, значит, вы, в принципе, не профессионал. Скажем так. Либо вы просто по-быстенькому все захотите в кучку свалить и свалите. Вот. А в принципе, конечно, это надо делать именно так. По-другому никто никак не делает. Поверьте мне. Нету других вариантов. Теперь, зачем делаем вот этот черный цвет. Черный цвет мы делаем следующим. Следующий этот. Значит, его удалили отсюда. Но, в принципе, мы можем включить вот, видите, черно-белый вот этот. Вот так вот, видите. Зачем это делать? Это чтобы было видно, где основные погрехи на линокоже. Потому что иногда вот, когда смотришь просто невооруженным глазом, так скажем, на картинку, непонятно где. А тут вот видно сразу. И, соответственно, вот видите, сделав так, мы... Что мы делаем? Мы видим все вот эти небольшие детали. Можно здесь убрать чуть-чуть, вот здесь. Может быть, эти веснушки, вот эти самые такие черные, их можно чуть-чуть осветлить. Вот. А вот здесь можно чуть-чуть поднять. То есть, оно просто, видите, вспомогательный слой. Вот, продолжая, вы продолжаете рисовать на вот этих кривых. Вот для чего это все делается. Хорошо. Я уберу этот слой черный. Вы можете будет потом задать вопрос потом. Вот он черный, этот низ. Его потом просто можно удалять, что он никак не влияет на... Так, и давайте смотреть дальше. Вот, соответственно, подготовили, так скажем, черный этот слой. Плотность 16 процентов. И вот, видите, вот здесь черное, видите, вот это можно претушировать. Видите, вот есть неровности. Видите, такие пятна. Вот их сейчас будут, видите, вот эти высветляют их, видите. Но нужно быть аккуратным, потому что вы можете высветить и для такой степени, что все станет очень плоским. Поэтому это большое искусство, если честно скажу. В общем, можете выпить напиток какой-нибудь. Это очень сейчас будет продолжительно, так скажем, претушировать все вот эти вот неровности, все аккуратные части. То есть вот эти вот, видите, вот здесь, вот здесь, вот здесь. И вот здесь, вот здесь, вот здесь. Опять выравнивается. Все, что приводится в этот, в один тон. Черные становятся серыми, светлые становятся серыми. Уравнивается. Вот, не трогайте веснушки. Потому что здесь есть свои погрешности. Видите, вот здесь, например, какая-то нибудь такая пляшка неровная. Текстура уже даже потерялась. Все это надо быть очень аккуратным и очень внимательным. Хотите, чтобы ваши фотографии выглядели как в журнале? Это единственный способ. Ну, вот просто единственный. Нету ничего другого на свете на данном этапе. Может быть, в будущем будут какие-нибудь роботы. Или кожа у людей будет, не надо будет ретушировать. Но на данном этапе, видите, черные вот эти темные пятнышки, они выравниваются. Все это неровности кожи. Даже после одного такого прохода уже становится, конечно, совершенно другой взгляд. Давайте я в паузу сделаю, покажу вам, где это все происходит. Это все вот на вот этих levels. Видите? То есть, вот оно. Видите? Вот они. Ну, даже здесь, вот здесь уже даже светлее, чем нужно. Можно было чуть-чуть этот... Главное, не потерять форму, объем. Значит, главное, чтобы был контраст. Так, сколько мы? В данном этапе мы понимаем, что ретушь – это не акшн, ретушь – это не пресеты. Ретушь – профессиональная ретушь – это очень кропотливая работа. И, в принципе, это вкус, в первую очередь, и ощущение формы. Соответственно, все, что мы пока делали – это все, что происходит сейчас – это только рисование светлой и темной тона. Опять, видите? Мы включили, выключили. Это, в принципе, все делается... Я написал, значит, мама, мне кажется, что это никогда не закончится. Ну, в принципе, да, это очень все долго. Вот этот слой включить, когда мы включили, выключили. Вот мы здесь мало видим деталей, да? Мы чуть-чуть осветлили его, выключили этот слой, потому что он затемняет, да, у нас. И увидели какие там детали и, опять же, подрисовали, осветлили, затемнили. Все вот эти движения мышки, которые происходят сейчас у вас на экране – это все только ради того, чтобы осветлять, затемнять маленькие кусочки кожи и выравнивать ее. К сожалению, этот кадр на сегодняшний момент, на сегодняшний день, насколько я уже понимаю, что такое хороший ретушь, этот кадр уже даже немножко не дотягивает. Скажем так, если, скажем, полгода назад или год назад, когда он был год назад, да, я ему давал пятерку, то сейчас уже четверка с минусом. Потому что здесь много, очень много вещей еще не доработаны. Видите, вот морщиночку, видите, вот раз-раз-раз подкрасили и нет морщинки. Не изменилась текстура, ничего. Да, потому что сейчас очень много вещей, которые на этом файле можно еще лучше, еще сделать. Я вам скажу интересную вещь, например, в Нью-Йорке, ну, в Нью-Йорке, на Западе, профессиональные, в Америке, например, профессиональный ретушер, который делает ретушь для известных журналов, Vogue, там, берет где-то в районе 600 долларов в час в ретуши. То есть, в среднем, да, на фотографии у него уходит, видите, опять осветлили чуть-чуть. На фотографии у него уходит до 5-6 часов. Ну, вот посчитайте, 600 на 5, на 6, 6 и 6, 36, 36, 3600 долларов за ретушь одной фотографии, которая будет на обложке или там что-то такое. Вот, поэтому я, конечно, нет предела ничему, но все-таки можно сделать хотя бы приблизительно. Итак, Dodging Burn. Dodging Burn – насветление и затемнение. Все, что мы занимались, это Dodging Burn. И вот это продолжается Dodging Burn. Я немножко прокручу, так как у вас будет оригинальная версия, все по-любому, без звук, без моей озвучки. Вот, поэтому я вам советую посмотреть ее там на досуге, если хотите. А мы сейчас прокрутим и посмотрим дальше немножечко. Все, видите, все по-прежнему, это все одно и то же. Ничего не происходит другого. Мы выравниваем, затемняем светлые, осветляем темные части. Видите, зубы. Обделаем бой. Рисуем объем. Вот, значит, здесь просто рассказывается о том, что вот эти Curves 2 и 3, они практически одно и то же. Им это можно посмотреть в PSD файле, PSD, как говорят в России. Значит, зачем мы повторяем вот эти Curves 2, Curves 3? Почему не одной? Она же одна осветляет, да? Ну, дело в том, что какую-то часть, может быть, надо осветлить больше, какую-то меньше, чтобы работать было легче, да? Поэтому каждая кривая отвечает за какую-то свою часть. Так удобнее работать. Ну, допустим, вот эта отвечает за глаза только, а вот эта отвечает только за щеки, а там третья отвечает тоже. Так просто удобнее работать и не путаешься. И, во всяком случае, когда одна кривая отвечает вообще за все, это очень сложно. Потому что кое-где надо больше осветлить, кое-где надо меньше осветлить. Кое-где, допустим, не хватает, нужно еще добавить осветление, то есть нужно еще одну кривую и так далее. Так, давайте промотаем чуть-чуть. Все одно и то же, то есть, как бы... Значит, есть два понятия. Есть глобальная, глобальный dodging burn, а есть на уровне пикселей. Вот сейчас, что происходит, это глобальный. Глобальный, это когда большая кисточка, и в общем целом рисуется картина, осветление, осветление. А пиксельный уровень, это когда ваша кисточка размером в 2-3 пиксела, и вы маленькие изъяны, маленькие точечки на лице выравниваете по интенсивности. Вот сейчас музыка поменяется. Все, закончили, мир спасен, можно кушать пасту. Поэтому такая музыка. Но происходит дело в том, что ничего не изменилось опять, все продолжаем рисовать. Рисуем, рисуем, рисуем. И опять же, посмотрите, на PSD файл. Вот они, это все, вот все, что происходит, эти уже 15 минут рисуются, это все вот эти ребятки. И все вот они. Вот видите, чуть-чуть. Видите, вот это, он делает как бы общий, глобальный такой, dodging burn, да? Вот это, видите, глобальный. А это более детальный, более конкретный. То есть, для чего нужно две разные кривые, в принципе, делающие одно и то же. Так, давайте дальше. Опять все рисуем, рисуем. Это все рисуем, проматываем чуть-чуть. У вас есть оригинал, так что вы можете посмотреть. Просто хочу вам основные вещи рассказать. Иначе это может все на часы раздать. И написано, еще не все кончено, еще надо продолжать. То есть, мы продолжаем рисовать. Что хорошо, когда работаешь вот с такими слоями, то, что ты можешь вернуться, вот как данная ситуация, назад, что-то не понравилось уже и порисовать по-новому. Вот сейчас, в данной ситуации, мы вернулись в папку Hair, волосы и начинаем дорисовывать. Значит, вот этот, здесь что мы сделали? Здесь мы просто поставили новый слой и легким голубым цветом рисуем сзади, просто как, дорисуем в фон чуть-чуть. Сейчас делаем его голубым цветом. Можно зеленым, можно оранжевым. Ну, все зависит от того, насколько у вас вкус и что вы хотите рассказать. Ну вот, в данной ситуации мы, конечно, все, что мы делаем, это опять же... А, нет, сейчас мы, я прошу прощения, показал что-то. Сейчас мы просто меняем общий цвет. Основной, общий цвет кожи. Основное из правил хорошей профессиональной инретерши, что тон кожи, он цветовой. Он, в принципе, один и тот же. Здесь мы играемся просто этими штучками. Просто, вот как нам кажется лучше, вот так и делаем. Знаете, то есть, нет никаких правил здесь. Все на вкус, все на ваши зрительные рецепторы, так скажем. Что вам понравится больше. Вот, скажем, значит, мы вернемся сюда. И вот, чтобы пока это там рисовать, я вам покажу, что это происходит. Вот этот голубенький тон, который мы сделали. Видите, вот здесь только... У меня сейчас изменился чуть-чуть совсем, да? И вот селективный цвет. Соответственно, вот видите, мы включили. Вот сейчас вот, я вас покажу. Вот сейчас она такая розовенькая, слишком, да? А вот сейчас вот такая более, более естественная. Вот видите, вот розовая. А вот сейчас более естественная. Может быть даже немножко зеленовато. И вот это еще чуть-чуть небольшое изменение. Видите? В принципе, то же самое. Но в данной ситуации, например, вот сейчас, если бы я сейчас решила в это по новой, да? Вот здесь, видите, цвет немножко разный. Чуть-чуть разный. Вот здесь. Вот профессионалы, когда они делают, у них все одинакового тона. По яркости световом, они все разное, потому что делают форму, объем. А вот по цветовой, по цвету, оно все чуть-чуть здесь разное. А должно быть более-менее одинаковое. Вот здесь, видите, вот здесь как будто синячок какой-то. Ну, соответственно, продолжаем. И опять рисуем. Опять Dodging Burn. Степляем, рисуем, затемняем, делаем контраст. Так. Прелесть того, что мы объединяем все в такие группы. Сейчас я, минуточку. Мне надоело. Где моя наркота? Сейчас мы расскажем, что вот здесь происходит. Я объясню. Но прежде, чем объяснять это, я вам покажу. Обратите внимание. Вот эти группы, которые мы создаем, да? Чем они хороши? Они хороши тем, что, видите, включил, выключил, да? Сразу все слои внутри, да? И, допустим, вот эта группа, да? Включил, выключил. Ну, можно убрать там черную, чтобы не было ее видно. Дело в том, что, когда ты включаешь такую группу, ты можешь менять интенсивность всех сразу ее составляющих. То есть, составляющих этой группы. Это еще один такой прием, когда мы можем интенсивность того, что мы сделали, уменьшать чуть-чуть. То есть, может быть так, а может быть так. Может быть, это слишком сильно. Может быть, переборщили. Окей, если мы переборщили, мы чуть-чуть уберем. Вместо того, чтобы убирать каждую по отдельности, и потом они начинают рушиться. То есть, непонятно, какую убрать на сколько. И там, если у вас там по 30-40 слоев, то с ума сойдете. Поэтому все надо объединять в группы. Это очень важно. Здесь мы, что мы сделаем, создали просто новый слой. Взяли кисточку, поставили ее в Color Mode. И рисуем сверху. Выбрали цвет, цветом который мы рисуем. И рисуем волосы. Просто добавить цвета. Обратите внимание, Color. Видите? На режиме наложения Color. Это тоже можно делать немножко по-другому. Но я бы сейчас это делал уже по-другому. Так как... Вот видите? А ну, кстати, это же... Это... Этот... Он у нас здесь. Вот он. Видите? Опасити у него только 7. То есть если я ему увеличу интенсивность до 100. Вот он какой желтый будет. Видите? Вот она вообще стала. Мы заставим ему 7. Так. Далее. Вот. Значит. Вот это произошло. Как это получается? Сейчас я вам покажу. Как это получается? Получается очень просто. Когда вы заканчиваете какую-то... Допустим, ее здесь нету. Вот это последняя была ваша функция здесь. Adjustment Layer. И ставим сюда. Делаем Ctrl-Shift-Alt-E. Понимаете? И тогда все сразу возникает... Все вот эти... Лини... Все слои, которые под... Под вот этим уровнем, они как бы... Уплощаются и делают новый слой. Со всеми-всеми эффектами, которые уже включены вот здесь. То есть это... Продукт... Вот этот... Слой. Это продукт всего того, что под ним. Полностью. Вот. А до я. Окей. То есть уже можно даже это не включать. Это не имеет значения. Вот. Потому что вот он. Продукт этот. Итак. Да, чтобы сразу давайте сюда. И вот здесь я пишу. Если вы посмотрите. Ну, на небольшой шарпинг именно глаз. Опять же, это можно сделать немножко по-другому. Но опять же, все зависит от того, какой у вас конечный продукт. Для чего вы хотите. Для интернета. Поверьте мне. Вообще все, что вы сейчас сидите, слушаете. Это абсолютно не нужно. Кому. Потому что в интернете можно вообще что угодно делать. Если даже. Это маленький распечат. Если вы работаете на журнал. Или хотите профессионально действительно показать результат. Напечатать большую фотографию. Тогда. Вы должны делать то, что здесь вам показывают. Опять же. Все, что происходит сейчас. Это опять дополнительный. Доджинберн. Осветляется. Вот в данном этапе. На данном моменте. Да. Давайте вернемся на секундочку. Вот. Видите. Что делаем. Значит. Поднимаем. Нам хочется какую-то часть лица. Чтобы была какой-то определенной интенсивности. И мы ее поднимаем именно до этого уровня. Нам все равно, что происходит с остальными частями. Потому что мы знаем, что мы сделаем control eye. Маску сделаем черной. И потом прорисуем кисточкой. Белой кисточкой на черной маске. И добьемся именно той светлости. Тех частей. Которые нам нужны. Опять. Рисование на. Вот. В принципе. Можете посмотреть там. Вот. Основные. Параметры. Все. 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 Волосы. Волосы разных цветов. Т.д. Т.п. Волосы. Вот видите. Чуть-чуть. Желтее. Здесь. Чуть-чуть. Чернее. Чуть-чуть. Коричневее. Максимальный рисунок. Который. Мол. Не. Будет искусственным. А естественным. Это. Фактически. Это рисование. Я согласен. И. Это. Здорово. Это. Высокое качество. Вот. Значит. Пока что не без изменений. Все тоже самое. Опять же. Все идет на объем. Видите. Смотрим как. Что сделали. Очень часто бывает. Что мы что-то переборщили. Возвращаемся назад. Вообще от меня. Вот видите. Например. Вот здесь. Здесь разный цвет. Вот здесь нужно. Видите. Вот здесь цвет. Вот это он разный. Вот здесь нужно подкрасить. Такой же цвет. Как здесь. И вот соответственно. Что делает. Сейчас это не делаем. Но это делается потом. попозже чуть-чуть. Мотаем. Отдельно. Шарпим. Шарпин. Шарпин. Делаем шарпин на глаза. Потому что это самая важная часть. Видите. Вот она чуть размыта. Когда больше шарпин на глаза. Видите. Раз. И она сразу гораздо более. Вот. То есть. Я просто показываю. Я просто показываю вам некоторые детали здесь. Если вы не успеваете понимать что происходит. Я бы советовал просто очень внимательно. Медленно взять файл этот. Который. Который вы получите. Просто посмотреть что это одно за другим. Вот. Но я вам скажу что 90 процентов. 95 процентов всего что происходит. Это вот этот. Доджен Берн. Формирование объема. И. Убирание дефектов в коже. За счет выравнивания интенсивности. Освещения черных и белых. В тенях. В черных. То есть в тенях. И в светлых. Опять. То же самое. Опять идет. Небольшая добавка контраста. Мы же здесь немножко конечно переборщили. Мы. Потому что. В принципе. Уже должно было бы. Все закончится. По большому счету. Вот. Уже кое-что. Начинает где-то. Немножко. Искусственное быть. И. Форма лица. Немножко. Не то что форма лица. Она. Видите какая-то. Уже становится. Немножко неестественная. Почему что. Начинает теряться. Структура. Текстура. Даже не текстура. А. Начинает теряться. Объем. Вот. Потому что. Кожа не бывает такой. Прям идеальной. Вот. И. Конечно. Уже. Кое-что. Можно было бы и не делать. Наверное. Текстура. Ну. Во всяком случае. Это все равно. Как я вам сказал. Очень высокий уровень. И. Дай бог. Чтоб Каж так смог. Если так все. Все так смогут. То. В принципе. Мир. Будет совершенно. с другими фотографиями. Так. Значит. Эм. Эм. Добавляем цвет. Рисуем цвет. Эм. Интенсивный цвет. И так далее. Эм. 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 Так. Дальше. Мотаем. Ну. В общем. В принципе. Опять же. Все. Тоже самое. Все. Тоже самое. Все. Тоже. Идея. Черный. Самый. Последний. Момент. Вот. Уже. Показывает. Что. До. И. После. Такая музыка. Можно даже. Включить. И. Музыка. Была. Нам дана. Очень. Любезно. С их стороны. Это. Вот. Значит. Опять же. Я скажу. Что. Не я. Пишуру. Ларина Боярская. Вот. Но. Мы. Вместе. Разбирали. Этот. Кейс. Это. Мои. Небольшие. Ну. Что. Давайте. Значит. Подведем. Итоги. Итак. Ретушируем. Так. Чтобы. Можно было. Видеть. Что. Не ретушируем. И. Соответственно. Делаем. Все. Чтобы. Это. Было. Естественно. Красиво. Все. Техники. Которые. Будем. Проходить. Позирование. На. Интенсиве. Которые. Я. Собираюсь. Сделать. Надеюсь. Я его сделаю. По. Экспресс. Ретушь. Портреты. Именно. Портретная. Ретушь. То есть. Это. Не будет. А. Да. Я. Потому. Потому. Что. Это. В принципе. Нереально. Фотошоп. Настолько. Огромная. Программа. Что. Не знаю. Возможно ли. Вообще. Ее. Выучить. Вот. Мы. Будем. Использовать. Основные. Инструменты. Там. Три. Четыре. Инструменты. Три. Занятий. Чтобы. Отретушировать. Профессиональный. Портрет. На этом. Может быть. Будет. Построен. Весь. Все. Три. Четыре. Дня. Наших. Занятий. И. Соответственно. Вы. Научитесь. Как правильно. Ретушировать. Портрет. И. Это. Будет. Здорово. Вот. Все. Спасибо. Большое. Присоединяйтесь. Моем. Присоединяйтесь. К. Интенсиву. Если вы уже там побывали. Всем привет. И. До скорого. Всего доброго. Рис. Присоединяйтесь. Уifferent. Присоединяйтесь.